День с толком Подстрахуйтесь, для чего законодатели запретили употреблять нецензурную лексику в соцсетях и чем грозит нарушение закона? Силовиков больше, чем участников в Барнауле вновь митинговали в поддержку Алексея Навального. Очередь за развлечением, как барнаульцы каток и зоопарк штурмовали. Итак, в Алтайский край на этой неделе поступит еще порядка 15 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения края Дмитрий Попов на совещании в правительстве края. В конце января в регион уже поступило больше 7 тысяч комплектов для вакцинации. К тому же, министерство продолжает бесплатно выдавать лекарства пациентам с подозрением и уже заболевших COVID-19. Это касается тех, кто проходит амбулаторное лечение. 15 тысяч человек получили комплекты препаратов. На прошлой неделе определена и сумма, средства дополнительные, которые выделяются правительством Российской Федерации на приобретение лекарственных препаратов для лечения в амбулаторном этапе. Алтайскому краю чуть более 12 миллионов рублей. Мы сейчас также формируем заявку и в ближайшее время будем приобретать дополнительное количество лекарственных препаратов для лечения этих больных. Но количество смертей от коронавируса в Алтайском крае по-прежнему на высоком уровне. За эти сутки в ковидных госпиталях скончалось 16 человек. Число летальных исходов близится к 2000. В тяжелом состоянии сейчас находится 369 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 97 человек. Добавим, за день в лабораториях края выявили еще 180 новых случаев заражения ковид-19. Попытка номер два. Вновь стихийно и без разрешения властей. В Барнауле прошел второй митинг в поддержку известного оппозиционера. Правда, митингующих на этот раз было почти в 10 раз меньше. Порядка 250 человек. Чего не скажешь о силовиках, которые серьезно подготовились. Илья Кочетков побывал в гуще событий и расскажет подробнее. Площадь Советов в полдень. Уже с утра участок Димитрова молодежно нулевой километр социалистический был оцеплен силами правопорядка. Ограждения, специально подготовленные автобусы порядка 20. Все на готове. На этот раз на дежурство вышли не только правоохранители, но и народные дружинники. Уверяют, вышли по идейным соображениям. Митинги не поддерживают. Зачем? Для чего? То, что знает. И то, что может сказать. Только так, для беспорядков. Поначалу людей немного. И те выглядят как обычные гуляющие. Но стоило поинтересоваться, с какой целью они здесь, как становится ясно. Пришли как минимум высказаться. О разном зачастую наболевшем. Против коррупции. В конце концов, ну это разве можно. Канализацию льют. Ну что вы вот здесь на площади охраняете? Кого вы охраняете? Сами себя что ли? Вы идите вон, посмотрите на краевую больницу. Льют канализацию. В администрацию жалуемся. Бесполезно. Я мог с матерью в подъезды, чтобы выжить. И вы мне говорите, что эта страна нормальная? Вот серьезно. Если бы я рассказал тебе свою биографию, у тебя волосы бы встали. Меня уволили с работы. Безработица, социальные проблемы, несправедливость, коррупция. Кстати, фамилию Навальный мы за несколько часов, проведенных на улице, услышали всего один раз. Я не считаю себя, например, фанаткой Навального, но то, что с ним произошло, это неправильно. И в таком случае я не могу находиться дома и спокойно на это реагировать. Постепенно толпа становилась все более и более плотной. И в центре хорошо знакомый многим символ – золотой ершик. Телекамер немного, зато смартфонов множество. Для кого-то несогласованный митинг стал возможностью устроить трансляцию и попрактиковаться в журналистике. Интересно, какие социальные слои выйдут. Непонятно, в том числе, к чему это приведет. Как сейчас видно, в общем-то, наверное, еще одна неделька, другая, все рассосется. Позже это подтвердили официальные данные. На площади собралось около 250 человек. Это почти в 10 раз меньше, чем 23 января. Тем не менее, полиция в деле. Вместо того, чтобы расходиться, люди отправились гулять. Вероятно, намереваясь повторить шествие вниз по Ленина. Но на этот раз пути были перекрыты, причем для всех. То, что происходило дальше, напоминало странную игру. Толпа искала слабые места в оцеплении, а полиция старалась работать на опережение. Постепенно протестующие рассеивались на более мелкие группы. Среди них то и дело встречались горожане, которым вся эта ситуация просто испортила выходной день. Что происходит? Чем недовольны? Ну все, перекрыт весь город. Ну в кафе сходить нельзя с семьей. Ну это что такое вообще? Разрозненные шествия длились около часа. Явных провокаций не было. Толпа вела себя сдержанно, правоохранители преимущественно аккуратно. 85 человек при этом доставили в отделение полиции. Многие из них понесут административное наказание. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов, День с толком. Теперь о санкционированных акциях. Барнольцы провели выходные в очередях за развлечениями. В городе состоялось сразу несколько бесплатных мероприятий. Зоопарк «Лесная сказка» открыл свои двери для всех желающих. А две ледовые арены пригласили на ночные катания. Наши корреспонденты тоже надели коньки, но выйти на лед так и не смогли. Почему? Узнаете. На Титов-арене больше сотни человек. Взрослые, дети, начинающие профессионалы. Желающих растопить ночной лед, да еще и бесплатно, оказалось слишком много. Десятки человек за бортом ждут своей очереди. Я, как и любой знакомый житель Парнаула, пришла на ночные покатушки, на коньках, но меня и большинство других людей элементарно не пускают. Да вы знаете, если честно, я даже не смогла попасть, в принципе, на лед, потому что там огромная очередь. Я вот их надела, походила просто по лестницам, и на этом все. Я поняла, что я не смогу пройти, потому что меня не пускают. Почему не пускаете людей на лед? С горем пополам нам поясняют, существуют ограничения. Людей на льду не должно быть много, это травмоопасно. Это последние кадры, которые успела снять Людмила Свиридова на льду. Девушка не думала, что бесплатное катание закончится ушибом. Очень много народу, у меня даже парень спил, я упала, сильно ударила руку. Народ едет, сбивает, некоторые едут заново, не смотрят, куда едут вообще. Лучше платно, но поменьше народу, чем вот так вот. Стоишь долго, не пускают. Небезопасно на льду, небезопасно и в очереди. В масках единицы, а социальной дистанции не может быть и речи. Посмотрели, что здесь все без маски. Это что значит ограничение безопасности? Спортом в маске нельзя заниматься, это сбивает дыхание. А, то есть одессы, люди спортом занимаются. Человек, я бы сказала, 50. Стоят и спортом занимаются. Покажите человека без маски. Посмотрите, вот девушка стоит, это только на кого я обратила внимание. Она нарушает. Сколько людей без маски, ребенок, возможно, вы без маски. Не боитесь? Не боитесь. Я думаю, больные люди сюда не пойдут. Те, которые занимаются спортом, ведут активного торопеда. Бесплатный каток работал воскресной ночью и в Карандин арене. Там очередь занимали с улицы. К слову, министр спорта Алексей Перфилев тоже хотел прокатиться, но стоять в очереди не стал. Если мы будем делать это регулярно, то, наверное, собственно говоря, каждый сможет распланировать. Нам важно было попробовать. Были сомнения, а будет ли это востребовано. Поэтому, ну, повторюсь, как бы хочется посмотреть. И хорошо, что очередь. Если будем делать чаще, значит не будет очень денег. По этой логике нужно чаще бесплатно приглашать людей в Барнаульский зоопарк. Это вчерашние кадры, здесь яблоку негде упасть. Дистанции нет, масок тоже. А между тем, в феврале-марте Минздрав прогнозирует очередной всплеск заболевших. И подобные массовые мероприятия явно не улучшат эпидобстановку в городе. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Продолжим. Думайте, что сказать и написать тоже. С сегодняшнего дня в интернете нужно быть осторожнее. Мат в соцсетях теперь под запретом. Отвечать за это будут все пользователи. Анастасия Дороган пообщалась с наиболее активными, чтобы узнать, как они относятся к новым правилам и к чему запреты могут привести. Люди, которые... Ладно. Фейерверк эмоций придется в себе подавлять. С 1 февраля материться в соцсетях запрещено. Подчеркнем, не только оскорбление, но и матерный выплеск. Воздух теперь табуирован. Администрации соцсетей и видеохостингов должны находить бранные выражения и блокировать. Чистка интернета, казалось бы, не нова. Но впервые она касается любого случая упоминания мата. Это часть нашего языка. Но вопрос только, как это использовать. У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем на показ. Часть великого и могучего, но пользоваться матом нужно уметь, читают на кафедре литературы педуниверситета. Ценители творцов, среди которых тоже были любители брани, уверены, в книгах мир сконструирован. Мат появляется не просто так. В отличие от соцсетей, с их потоком жизни, где главная цель эпатировать. Эта лексика должна стать, ну скажем, в художественном произведении, как плод чего-то. Какого-то, может быть, даже избыточно эмоционального состояния. А здесь, опять же, повторюсь, это опасно просто от того, что мы имеем огромную толпу пользователей в соцсетях. И распространение такой лексики, оно приводит только лишь к еще более низкому уровню культуры. Страдают от этого главным образом дети, считает филолог, и признает. Если бы на соцсети можно было наложить возрастной ценз, как на книге, это бы решило проблему. О детском факторе говорит и барнаульский блогер Софья Сопрыкина. Если это делают дети где-нибудь в ТикТоке, то, конечно, мне это слух режет, и здесь я против на 100%. Но когда нецензурную лексику используют уже взрослые, состоявшиеся люди, причем иногда очень здорово и интересно вплетая эту самую лексику в свою речь, то смотрится и читается очень даже как-то гармонично. Но, опять же, все должно соответствовать образу блогера. Мне нравится позиция. Не нравится – не читай. Вот я за это. В жизни она старается обходиться без мата. В соцсетях давно приучила себя не выражаться. Подписчики ей подстать. Ругательство в комментариях – скорее исключение. Но как быть руководителем соцсетей? Алексею Куреленку немного проще. У него паблик. Пост избранью не пройдет, любители ругаться предупредят о санкциях. Но видео очевидцев аварии без матов не обходятся. А коммунальные, социальные или актуальные политические проблемы в культурном поле не обсудите. Здесь у мата незаменимая функция, считает Алексей. Я не могу выразить иначе все, что происходит у нас в стране. Но слово «плохо» здесь не подходит. Есть статья 31 Конституции, когда люди могут собираться мирно, выражать свою точку зрения. Но это запрещено все уже. На улицах нельзя собираться. И в интернете нельзя говорить свои мысли. То есть людям закручивают гайки везде, и это потом приведет к деструктивным последствиям, очень серьезным. Есть и другие любопытные статьи закона. Если вашу информацию расценят как призыв несовершеннолетних на противоправные действия или как недостоверную, придется отвечать. Если есть официальная цифра 500 человек вышла на акцию, то ты должен эту официальную двигать. Вот так. И ты не можешь исказить, если у тебя на фотографиях видео от очевидцев тысячи идут. То есть ты не можешь иначе подавать. Это тоже ограничение. Если запрещенный контент появится в соцсетях, обычные пользователи ответят штрафом в 100-200 тысяч рублей. Юрлицам это обойдется дороже, от 3 миллионов рублей. Так что цена выразиться от души возрастает. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Проезд по мосту на улице Челюскинса с сегодняшнего дня закрыт. Здесь идут подготовительные работы для будущего сноса и полной реконструкции моста. Кстати, к моменту обновления его конструкция изменится. Четырехпролетный мост будет трехпролетный. Это имеется в виду по его длине. Увеличится длина балок. В целом по дорожному полотну на мосту остаются две полосы. Единственное, уширение до 9 метров. Полосы безопасности добавляются. И широкие тротуары по 2,25 метров с каждой стороны. А пока мост расчищают от снега. Организуют технические съезды с обеих сторон конструкции. По берегам, где будут идти работы, сносят деревья. Мост уже закрыт для движения автомобилей. Но пешеходы все еще могут им воспользоваться. Временный переход для граждан должны построить уже через две недели. Подрядчик работ ДСУ номер 4. Напомним, этой конструкции полвека и капитального ремонта здесь никогда не было. Поэтому мост признан аварийным и нуждается в полном сносе. Как добавляют городские власти, все работы постараются провести в сжатые сроки и закончить даже раньше намеченного. А это 1 ноября. За четыре дня почти полторы тысячи подписей. Барнольские общественники подводят итоги акции в защиту площади Сахарова, которая годами соблазняет застройщиков. Все подписи группы активистов намерена передать губернатору края, мэру города Алтайскому Заксобранию. Кроме того, в ближайшее время общественники настроены выйти на митинг. Продолжит Ирина Корчагина. Четыре дня сбора подписей. Первые итоги. Более тысячи человек хотят уберечь площадь Сахарова от бездомной застройки и вырубки деревьев. Общественники при нас подают заявление на проведение митинга в городскую администрацию. Мы нашли широкий отклик. Около полутора тысяч человек подписались под обращением к губернатору. Поэтому мы считаем, что нам нужно показать этих людей. Проведем митинг. На днях станет известно, одобрят ли власти мирное шествие. Напомним, ранее в Барнауле уже проходили массовые одиночные пикеты в защиту площади. Многих жителей города возмущает, что облик площади Сахарова может разрушиться на глазах. Последней каплей стали планы Алтайского госуниверситета построить 12-этажный корпус на месте сквера. Сейчас на площади Сахара у нас возникло три проблемы. Это первое, строительство корпуса АГУ на месте сквера. Второе, это возможность строительства жилого дома на месте баков. И еще одного жилого дома на участке за ним. И также еще проблема, сложившаяся со зданием Титов-Арены. То, что здание просто сейчас похоже на ангар, изуроданный архитектурный облик, так оно и не доделано. После Дня города в прошлом году на площади убрали колесо обозрения. Это стало предвестником того, что скоро здесь начнется строительство. Общественники уверены, Сахарова – сердце города. И его нужно уберечь от длинных рук застройщиков. Уже все. Никакой праздничной площадки там не будет. И 40 лет истории празднования всем городом, всех важных мероприятий на площади Сахарова на этом закончатся. А не хотелось бы. У нас же нет второй такой крупной праздничной площадки такого же размера. В УЗИ уже до этого сообщали, что строительство объекта было запланировано еще в конце 80-х. Но защитники Зеленого сквера считают, надо учитывать, что сейчас на дворе 2021-й. Администрация и Алтайского края, и города Барнаула уже дала недвусмысленно понять, что не учитывать мнение горожан – это ошибка. Мы не хотим держать и не пущать. Мы хотим равного диалога, мы хотим компромиссов, мы хотим переговоров. А накануне, к слову, завершились торги. Стала известна компания, которая сделает рабочий проект для корпуса АГУ. Проектировщик уже выразился, что противники нового строительства – противники развития города. И надо строить, чтобы удержать молодежь в регионе. Правда, есть большие сомнения, что молодежь покидает Алтайский край только потому, что на площади Сахарова нет корпуса АГУ. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Накануне в Барноле простились с заместителем министра культуры края Галиной Кубриной. Напомним, она погибла в ДТП, которое произошло в пятницу в Троицком районе. Вместе с министром культуры Еленой Безруковой она направлялась в командировку в Бийск, когда в легковой автомобиль врезался погрузчик. Галина Кубрина после полученных травм скончалась через несколько часов в реанимации. Ее похоронили на Власихинском кладбище. Сама министр культуры получила перелом руки и сейчас ждет операцию. Именно по этой причине, как она объяснила в соцсетях, не смогла быть на похоронах коллеги. Также Безрукова впервые поделилась своими мыслями после трагедии. В этот день у меня сошел самобудильник. Не отключался почти минуту, как по тревоге. А потом я отключила его, вырубилась и проспала. Еле успела в командировку. Такую простую, недалекую, всего лишь в Бийск, как мы говорим, за забором. Такую, поделившую жизнь на до и после. Благодарю всех за слова поддержки, сочувствия и соболезнования. Учусь писать левой рукой. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.